ребят всем привет канал автоинструктор минск и меня зовут дмитрий еще немножко полезной информации хочу рассказать вам сегодня а именно о том как же включить первую передачу в движении потому что многие из вас приходя ко мне на уроки не понимают этого а именно думают что первая передача работает только тогда когда мы остановились либо специально останавливаете ваш автомобиль и только тогда включаете первый на самом деле это не так первую передачу можно включить и в движении самое главное чтобы это было правильно для чего вообще нужен этот прием значит смотрите проехать где-то какую-то ямочку на большой скорости не получится потому что будет удар по подвеске вы побьете свою подвеску будете часто ремонтировать то есть надо притормозить поменять передачку на первую пустить машинку на катиком и на первой передаче проехать эту ямочку либо едете вы подъезжаете к стоп-линии у вас горел красный внезапно загорается зеленый то есть можно продолжать движение многие из вас как делают нажимают на тормоз полностью машину останавливают и только потом включает первую ночь опять начинают движение хотя на самом деле можно было не дотормаживать просто тихонечко включить первую опустить педаль сцепления и продолжить движение дальше либо то же самое где-то перед пешеходным переходом выехали уступали дорогу издалека то счас и начали притормаживать пешеходы ваши шли-шли шли-шли раз пешеходики прошли и многие с вас из вас берут и раз на тормоз нажимают сразу только потом первую начинают опять движение я спрашиваю почему ребята ну надо же остановиться потому что уже первая передача на самом деле это неправильно можно оставлять давать возможность с машинке накатиком катиться и включать первую передачу. Очень важный момент, включать первую стоит только тогда, когда вы притормозили до 10 км в час и ниже, чтобы машинка шла накатиком, потому что если вы будете включать на большой скорости, я это называю, говорю, порвете коробку. Вот. То есть так делать, ну, на большой скорости ее включать нельзя, всегда надо притормозить. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать в этом видео, как правильно это делать. Внимательно смотрите. Значит, смотрите, еду на третья передача, скорость машины моей 40 км в час, ну, и вижу там, например, у меня впереди машинки притормаживают, либо какое-то препятствие стоит. Как перейти с третьей на первую? Я начинаю притормаживать, скорость машины моей падает, я думаю, что всем видно, где-то вот она до 20 упала, сейчас бы я включил вторую, но мне нужно первая. Выжил сцепление, скорость падает дальше, я меняю передачу на первую, когда скорость упала до 10 км в час, отпускаю тормоз и тихонько отпускаю педаль сцепления. Видите? И моя машина сразу, я с третьей перешел на первую передачу. Обязательное условие в этой ситуации притормозить, то есть не пытайтесь загнать первую передачу при скорости 25-30 км в час, то есть когда у вас выжата педаль сцепления, всегда постарайтесь, пожалуйста, притормозить где-то до 10 км в час и только потом включать первую передачу. То есть тогда вам и проще, будет и легче включить эту передачу. Еду на третьей передаче, скорость машины 40 км в час. Впереди у меня красный сигнал светофора, но я попытаюсь показать вам как оттянуть автомобиль и перейти сразу на первую, не останавливаясь, то есть скорость потихонечку падает, видите, я на газ не добавляю, потихоньку подкатываюсь, скорость упала где-то до 10 км в час, я раз выжил сцепление, включил первую, отпустил сразу сцепление и потом поставил ножку на газ, видите, и машина моя не остановилась. Плавненько поехала. Если попытаться, всегда застрите внимание на том, что вот эту ножку надо плавно отпускать, то есть сразу ножка отпускается левая с педали сцепления, а потом только добавляется газ, то есть когда автомобиль находится в движении, не бойтесь, ваш автомобиль не заглохнет, потому что он уже едет. Еще один пример, ребята, еду на третьей передаче, на третьей передаче, скорость машины 40 км в час, и мне надо развернуться, у меня впереди никого нету, я вот включаю левый поворот, буду пробовать развораться в движении, и на первой передачке, значит, смотрите, я притормаживаю, выжимаю сцепление, скорость пошла падать до десяточки, я машинку не останавливаю, первая сразу включил, отпускаю сцепление и добавляю потом газок, кручу руль, то есть, видите, я дал возможность своему автомобилю катиться, не дотормаживал ее до конца, потому что так намного проще, потому что машина уже находится в движении. Еще этот же переход покажу, точно так же можно перейти, но не обязательно с третьей передачей, то есть можно перейти со второй передачи, вот надо перейти нам на первую, еду сейчас на второй, вот у меня вторая передача включена, скорость где-то 25, вот сейчас она пошла падать, 20 км в час, я притормаживаю, скорость уже 15, выжал сцепление, меняю передачку на первую, отпускаю сцепление и добавляю газ. И вот хороший, плавный переход со второй на первую в движении. Запомните, чтобы перейти на первую, обязательно необходимо притормозить, никогда не ткните эту передачу на большой скорости, потому что у вас и сложность будет с включением и если в такой ситуации отпустить педаль сцепления очень резко, произойдет сильный клевок, клевок носом, оборот увеличится. Ребят, как видите, да, довольно-таки интересный прием я вам показал, развеял ваши, может быть, убеждения, либо чьи-то домыслы о том, что первое включается только в движении. Нет необходимости останавливаться, значит можно не останавливаться, можно притормозить до 10 км в час и включить первую передачу движения. Обязательно обратите внимание вот на этот момент, потому что очень часто я сталкиваюсь с ситуациями, что, ребята, говорю, включаешь первую, получается притормаживает, выжимает и потом панически в суете начинает мне скорость 20-30 км в час ткнуть эту первую передачу, отпускает сцепление, получается, что машина начинает клевать носом. Ну, не совсем красиво это получается, поэтому давайте определимся с основным вот этим вот моментом. То есть для того, чтобы перейти на первую передачу в движении, вы обязательно должны притормозить до 10 км в час, выжать сцепление и потом только аккуратно включать первую передачу. То есть во многих машинах хороших ваша первая даже не включится, пока вы не притормозите, то есть ее будет сложно засунуть, поэтому вот этому вот моменту пожалуйста уделяйте внимание. И еще один момент, на который стоит обратить внимание, значит, когда вы переключили передачу на первую, скорость машины вашей уже 10 км в час, всегда сразу отпустите педаль сцепления до конца, а потом только добавляйте газ. Когда отпускаете педаль сцепления, делайте это наиболее плавно. То есть не надо выжать, а педаль раз, сразу бросил. То есть машина все равно может клюнуть носом, может дернуться. Поэтому ваша задача, ну, задача вашего инструктора, когда вы будете отрабатывать это упражнение, добиться плавности хода автомобиля. Она не должна рычать, не должна клевать носом, как я говорю, не должна кивать. Поэтому пробуйте, практикуйтесь. Если видео было полезным, ставим лайк, подписываемся на канал. И всем пока. Скоро много новых интересных видео на канале.